Привет! Как дела? Многие спрашивают меня о том, чем отличается образование в Великобритании от российского. Сегодня об этом рассказ. Итак, напомню, я обучалась в Великобритании в двух университетах. В London Southbank University в 2017 году я получила диплом бакалавра в кинорежиссуре, а в 2019 году, окончив University of West London, получила диплом MBA. Основное отличие от российского образования заключается, на мой взгляд, в том, что английский курс обучения всегда больше практический, нежели теоретический. То есть ты приобретаешь бесценные практические знания уже с первых занятий в университете. Но, к сожалению, теоретические знания, которые даются на уроках, чаще довольно поверхностные. Изучать теорию на глубоком уровне предлагается и рекомендуется самим. Но кто будет учиться самостоятельно дома? Таких очень мало. В качестве плюсов не могу не отметить такой фактор, что в английских университетах можно учиться в любом возрасте. Даже если тебе уже 60, но ты горишь желанием получить образование, тебя возьмут в университет. Я начала учебу в британском вузе, когда мне было уже 32 года. Среди моих сокурсников были в основном 21-летние студенты, но встречались и более взрослые, чем я. Из минусов, как мне казалось, было то, что ты еще не усвоил материал, а тебе уже через 7-8 недель надо сдавать курсовую на тему, которую сложно выбрать, так как ты еще не понял предмет до конца. Эти курсовые мне всегда давались с трудом, так как там очень много различных сложностей с плагиатом, с цитатами, с ограничением количества слов, при помощи которых ты должен раскрыть тему. А также нужно было правильно оформить библиографию. Для меня придирка к каждой запятой или не в том месте поставленной ссылки была бюрократической заморочкой. Однако, несмотря на все это, диплом я получила. Мне нравилось, что мы практически сразу же окунались в практику. В первом вузе нас учили, как правильно поставить камеру, свет, мизансцену и прочее. Уроки проходили интересно и было незаметно, как пролетело время. На курсе MBA мы создавали свои компании, рассчитывали риски, доходы, расходы, разрабатывали стратегии развития бизнеса. Весь материал сразу же строился на примерах. И так он намного легче усваивался. У нас же в России, на мой взгляд, очень долго идет глубинная теория, а практика, можно сказать, уже начинается на работе. Но теоретических знаний часто не хватало мне в Англии. Мне повезло. Обучаясь в Российском университете, я глубинно изучала режиссуру театрализованных массовых мероприятий. А в Англии просто закрепила свои теоретические знания на практике в режиссуре кино, используя современные технические средства и гаджеты. Однако с курсом MBA было достаточно сложно, так как я никогда до этого не обучалась бизнесу. Хотя и тяжело было втягиваться во все это, но было очень интересно. Также немало сложностей у меня возникало с английским языком. Хоть я и выучила английский язык за три года до того, как попала в университет, многое я все же не понимала и не могла грамотно выстроить свою речь, чтобы поняли меня. Но я находила способы, чтобы превратить все в шутку и немножечко сгладив ситуацию, разрядить обстановку. Например, на своей первой презентации перед своим классом, состоящим из 60 англичан, я целенаправленно решила произнести такую фразу. As I'm Russian, English language is not my native language. So, sorry for my French. Тем самым я предупредила, что, возможно, меня могут где-то не понять, поэтому извините за мой французский. Они поржали, конечно, и стали более лояльно относиться к моей корявой речи. У меня был дружный класс, и я заметила в Англии, чем больше ты дурачишься, юморишь или представляешь что-то необычное, тем быстрее тебя запоминают. К концу третьего курса я не всех одноклассников знала по именам, но мое имя знали абсолютно все с первого видео, которое мы сделали с однокурсницей из Марокко. Ролик был обо мне, и первое предложение, которое прозвучало в фильме, было My name is Anastasia. I'm Russian. Obviously. Меня зовут Анастасия, я из России, что очевидно. Эту мантру все мои однокурсники повторяли в течение всего первого курса, завидев меня. При обучении в Англии я бы посоветовала не стесняться поднимать руку и задавать вопросы, если вам что-то непонятно. Это норма в британском университете. Также не тушуйтесь и сразу же вникаете в курс дела, окружайте себя однокурсниками, с кем вам очень интересно общаться. Ну и используйте юмор, он помогает в любой ситуации. Не бойтесь быть смешным, англичане вас не осудят, а наоборот запомнят и полюбят. Ну а самым главным плюсом было то, что я прожила несколько лет в Лондоне, который так полюбился мне, и узнала о нем и о стране много нового интересного, о чем я рассказываю на своем канале Англичанка. Заходите ко мне на огонек, впереди еще много рассказов о Великобритании. Я более подробно буду рассказывать о британском образовании. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.